1 июня в региональном управлении полиции говорили о нарушениях требований миграционного законодательства. Трудоустройство – основная причина приезда иностранцев в наш регион. Это отрасли строительные, это 35% количество трудовых мигрантов, а также обрабатывающие производства 30% и сельского хозяйства, порядка 10%. За 4 месяца этого года в регионе зарегистрировано свыше 35 тысяч фактов постановки на миграционный учет. По сравнению с прошлым годом цифра уменьшилась. Чем может быть это обусловлено, в том числе для трудовых мигрантов? Это ограничение, которое действует на территории Тверской области. Вам уже неоднократно доводили. У нас из года в год издается постановление губернатора в соответствии с законодательством, которое имеет полномочия. Это ограничивает на привлечение трудовых мигрантов, которые должны работать на основании патентов, по 30 видам деятельности. То есть полностью запрещено. А по 6 видам деятельности там еще по профессиям определенным разрешено или запрещено. Кроме того, Тверская область имеет наибольшую в ЦФО стоимость патента. Это 8 тысяч 81 рубль. Естественно, для иностранцев, которые каждый месяц должны отдавать эту сумму, плюс зарплату. Ну и зарплата, да? Понимаете, что процент того, что ему попитаться и отправить на родину, очень проблематичный. То есть это вопрос. И тут он стоит перед выбором. Либо работать в правовом поле, платить каждый месяц на основании патента, либо работать до того момента, когда, так сказать, его не выявят, да, и не привлекают к ответственности. А ответственность очень серьезная. И о ней предупреждены как мигранты, так и работодатели. Первый раз может быть штраф. Второй раз там только с выдворением. А выдворение – это 5 лет закрытия въезда. Второй момент объяснения. Работодатели, у вас штраф-то, вы смотрите внимательно, мы же сколько раз вывешиваем везде, в наших подразделениях, публикуем на сайте МВД, который распространяет, да? Какие штрафы идут? То есть самое минимальное – 250 тысяч штрафа за каждого иностранца до миллиона там и больше. И при основании деятельности. Ну, да, эти меры помогают, конечно. Но некоторые, так сказать, на свой страх и риск все равно продолжают этим заниматься. С начала года в регионе выдано свыше 6 тысяч патентов на осуществление трудовой деятельности. Поступление в бюджет от уплаты налога на патентный труд превысил 245 миллионов рублей. В то же время за 4 месяца года аннулированы 89 патентов. Какие основания для аннулированного патента? Это представление ложных сведений, наличие и неразрешение въезда, выдворение. И отказанное выдача, переоформление патента 30 иностранным гражданам. Скорее всего, это неподтвержденный опять, что он работал у кого-то. То есть не представляет сведения, что в предыдущий период он работал. То есть патент имел, но не работал. Ну, то есть сведения от работодателя не поступили. Сотрудники полиции совместно с другими правоохранительными органами постоянно проводят профилактические рейды и проверки соблюдения иностранцами миграционного законодательства. С начала года к административной ответственности привлечено 318 иностранцев, что несколько больше, чем год назад. Не до всех доходит, что надо в правом поле работать. И это поощряется государством, и как у нас по Конституции, и в положении, в правом положении национального граждан, что государство защищает интересы иностранных граждан, только тот, кто законно находится на ее территории и исполняет законные, ну, в Российской Федерации. А если нет, тогда применяются определенные меры. Об изменениях в законодательстве о гражданах Российской Федерации мы расскажем в следующем выпуске «Патрульные службы». Продолжение следует...